Кроме того, в этом году, мы видим, что есть все шансы, чтобы мы могли полностью освоить эти деньги. Волнует вопрос по ЖКХ. У нас финансирование на 2015-2016 годы было, а объем работы на 2015-2017 годы. И в итоге, что получается, начиная с 2015 года, уже год заканчивается. За два года мы построили, реконструировали 385 километров из 1440. А на оставшийся год еще 1100. Два года мы работали на 385 километров. Успеем ли мы? Вот здесь вопрос. Поэтому я прошу, чтобы эти вопросы взяли на контроль. Скажите, просто посмотрите по областям, у кого больше проблем возникает, чтобы потом мы не оказались в нехорошей ситуации. Также коллег Кокимов тоже хочу попросить, чтобы там больше уделяли на это вопрос. И неспроста я сейчас вот Нурлан Скаревичу говорил, мы деньги на самом деле большие уделяются в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 по подведению инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Другие области у нас дополнительно запрашивают деньги. Это очень большая поддержка, подмога для бизнеса. Если инфраструктуру подвели, уже это снижение себестоимости выпускаемой продукции. Здесь поэтому надо, мне кажется, ускоряться и перестроить ту работу, которая сегодня имеется. И еще один вопрос по дорогам. Мы же когда строили в рамках Нурлужо Западную Европу, Западную Китай, мы же говорили, что там придорожный сервис у нас будет на уровне европейских стандартов. И это на самом деле поддержка малого и среднего бизнеса. Будет работать, продавать, готовить, оказывать услуги. Но вот здесь тоже я вижу по справке, что есть большое отставание. Здесь я хотел бы министра инвестиций и развития взять на контроль. И у нас Казахтажов над этим вопросом работает. И в целом, чтобы у нас не получилось так, что там кто на что горасть, а вот в рамках у нас есть утвержденные стандарты. В рамках этих стандартов двигали все наши проекты.